Перед двух художник, я как бы более молодого поколения, вот эта связь искусства, я зато москвич, я все время выставлялся на выставках здесь постоянно, очень давно, я всегда вижу его работы, познавленные, творческие, он отличался от всех вот на выставке своим задорным, каким-то вот глубоким характером от природы, художник от природы, скульптор от природы он был, и вот этой живости своей, всегда привлекал свое внимание на выставках. И несколько, года два назад меня вот Артем Керакосов привел к нему в мастерскую, я удивился, вообще обалдел количеству работ его, все полки, все, очень у меня было приятно, мы как бы встретились, с ним поговорили, и я тогда увидел очень маленькие рельефчики «Христов путь», которые он делал в гипсе, и несколько было где-то в бронзе, вот, и он очень вдохновленно, поэтому я говорил, где-то у него действительно, не было заказа, вот всего, а это прям, вот он после болезни, он там чуть ли не сердцем был, он болел, как-то плохо чувствовал, но он очень был вдохновлен вот этим заказом, вот этой работой «Христов путь», я в нем увидел в этих работах реквием, и как бы, давай делать вот эти вот большие работы, он говорит, у вас будет еще и будет, это состоится, эта работа, вот эта тема сама потрясающая, великая, и он, вот, не знаю, потом, в общем, мы сделали у него выставку, очень долго мы разговаривали, там, памятник Мадельштам, вот это, с лестницы, вот эту идею он рассказывал, живой и очень самобытность, вот этот вот характер человека, что и ведет художника к истине своей, вот эта самобытность, личность его, вот это вот, то, что он действительно горест, то, что он такой высоконравственный человек, и вот эти рельефы, которые в Гипсе были два-три просьбе, давай сделай вот их как быстро, будет, это не он, и вот он сделал, вот эти рельефы, как реклим последнего, как бы, его Христов, вот такой вот путь на Голгофу, и мы выставили, вот Нина Кивлик, ее сейчас, не знаю, здесь нет, наверное, а, Нина, здесь вот, Кивлик, может быть, скажи тоже два слова о нем, она очень давно его через тоже Артема знает, и устроила выставку, вот, с удовольствием согласился на эту выставку в Центральном доме художника, работа в искусстве, в Центрии, да, в Центрии в артериях, в Голгофе, и очень был горд, прекрасно себя чувствовал, замечательно, как-то вдохновен, там, наговорил, там, высказывал свои идеи, что он еще хочет, что он вообще из них сделать, и так они там смотрелись, вот здесь немножко показывали, в этом, на экране, на красной стене, мощный рельеф в полутьме, какое-то было вдохновенное, вдохновление, какое-то расслабление. Еще мне очень интересно, я был, как бы, здесь, то, при его жизни, как бы, он болел, ну, открытие выставки, я был на этой выставке, вот, ну, прекрасная работа, творческие, замечательные, великие, и вот сейчас, когда он умер, я пришел, о них, вот этот момент перехода из жизни в вечность, вот я почувствовал, вот это ощущение, совершенно другое ощущение, то, что, вот, был неделю, там, две назад, на открытии выставки, тоже люди разговаривали, желали ему поправиться, и что его это поддержит, и даже говорят, что он действительно вставал, что ему каждый день поезд, говорили в Москве, если его тоже, как бы, ну, без знамен поднимался, даже, там, в больнице, рассказывали, и вот сейчас, вот, последний, уже после смерти, я пришел на выставку, и это уже переход в классику, переход во что-то другое, и я почему-то другими глазами смотрю на эти великие, большие произведения. За это большое, еще всем вам большое спасибо, и нам большое счастье, что мы...